всем привет меня зовут алена и я начинаю подготовку к новому году в этом году я начну свою подготовку именно с куклы пару лет назад я нашила свою последнюю куклу и мне хотелось все таки шить и в этом году тем более что у меня было несколько пар обуви которые я хочу использовать и нужно было что-то делать я сшила новогоднюю девочку она мне получилась размером 35 сантиметров и если вы хотите тоже себе такую же куклу или что-то похожее и вам интересна эта тема оставайтесь со мной свою первую куклу я пошила в 2014 году она выглядела вот таким образом сейчас будет фотографии но последняя кукла которая шила перед этим уже выглядела совсем по-другому на этот раз я купила специальный трикотаж для тела куклы и могу сказать наперед что кукла с таким трикотажем выглядит конечно просто и идеально заменить наверное невозможно ничем или какими тоже интересным телесным трикотажем единственно что мне не нравится эта цена на такой маленький кусочек первое что нам понадобится это сделать выкройку я оставлю шаблон на свою куклу в описании вам нужно будет распечатать только формате а4 обвожу на ткани и буду все прошивать обязательно не забываем оставить места для выворачивания для одежды я буду использовать вот такую детскую юбку покупала и в секонд-хэнде и хочу использовать нижний слой если не ошибаюсь полоска получилось 12 сантиметров на метр восемьдесят чем длиннее полоска тем пышнее юбка для джемпера своей куколки буду использовать вот такой трикотаж рубчик как я с сестрой люблю его начать называть и сапожки сапожки я тоже покупала в секонд-хэнде это детские сапожки самого маленького размера но для того чтобы ножка куклы туда поместилась сверху нужно будет немного убрать поэтому я заранее упираю и скругляю верхний край волосы волосы можно делать из шерсти а можно купить тоже покупала магазин для рукоделия сейчас есть большой выбор волос единственно что в нашем магазине конечно они ну таких нейтральных цветов мне конечно на кухнях нравятся более яркие разноцветные волосами карт смотрится тоже интересно они искусственные и я взяла вот такого русого цвета но не очень-очень прямые вот эти фиолетовые я когда-то давно покупал на алиэкспресс все никак не могу тоже пошить куколку так что впереди будет куклой с фиолетовыми волосами и приступая к работе первое что сделала это отрезала полоска от юбки и стянула ее сверху таким образом получается юбочка я делаю все они по очереди сначала нужно было конечно сделать туловище тело а потом уже сшить одежду я делаю все время с тобой переходим к изготовлению самого тела прошиваем все детали вырезаем и выворачиваем как я сказала на детали туловища и ручки нужно не забыть оставить отверстие для выворачивания сама голова она у нас состоит из трех частей одна часть у нас будет просто круглая но вторая соединена из двух заготовок соединяем сначала две наших заготовки и сшиваем ее с круглой частью я на выкройке оставила вытачки но вытачки я не делала не знаю для чего они там нужны но выкройка моя это еще когда-то давным давно я находил ее в интернете это не лично моя выкройка поэтому я немножечко ее под себя подстроила сшила полностью голову выворачиваю также выворачиваю все остальные детали и начинаю набивать синтепоном синдепух вот все что на вас есть я конечно люблю набивать синтепоном именно без шариков тогда туловище выглядит более красиво хорошо все набиваем и зашиваем так как у нас будет кукла одета и рук не будет видно если у вас получится не идеально сшить ничего страшного и таким образом я делаю все заготовки когда мы сшивали ножку то снизу мы оставляли место для того чтобы потом пришить стопу я пришивала стопу и тоже набивала плотно ногу и раньше когда я сама шила обувь то вместо где у меня стопа я вставляла еще плотный картон таким образом ножки стояли самостоятельно ну а так как сейчас я использую обувь получается покупной уже готовую кукла стоит и так все хорошо плотно набиваем и таким образом и кукла будет как я говорю стоять уже более устойчиво потому что если будет плохо набита нога то кукла будет падать в стороны а и и и сами волосы они у меня очень сильно прямые мне это очень-очень не нравится хочется хоть чуть-чуть чтобы велись и на удивление у меня нету плойки да я не круче волосы плойкой поэтому у меня ее дома даже нет поэтому я беру на вот такую деревянную ложку накручиваю волосы и с помощью горячего фена нагревая но нужно быть очень-очень осторожными потому что волосы все-таки искусственные они из пластикой и они все поплавится оставляем хорошо остыть убираем ложку вот что у меня получилось в тех местах где волосы накрутились плохо я повторяю эту процедуру и вот такой волнистый эффект меня уже устраивает теперь соединяем туловище с головой делаем это по тайным швам чтобы сверху тоже было все аккуратно и красиво можно сразу пришивать ножки но я решила все-таки заняться сразу волосами свои трессы я прикладываю на голову и закалываю с помощью булавок таким образом я фиксирую места где она будет находиться для большой куклы этих волос слишком мало просто так без шапочки куклу не оставишь поэтому учитывайте если вы покупаете просто тресс они какие-то парики то для вашей куколки обязательно нужна будет шапочка после того как я наколола меня все устраивало я начала пришивать волосы уже голове и после того как пришила вы видите как все это выглядит я завязываю хвостик чтобы они не мешали в дальнейшей работе и теперь можно ее одевать я буду делать джемпер для своей куклы и у меня был вот такой кусочек красной ткани он меня по ширине 20 сантиметров чтобы не делать все эти выкройки я сразу примеряю на куклу отмеряю приблизительный размер и уже в дальнейшем буду сшивать из этого кусочка кофточку еще нам нужно сделать рукава для нашей кофточки которые будут сразу одеваться на ручке поэтому так как ткань тянется я делаю выкройку по самому шаблону но обязательно по краям оставляя не менее пяти миллиметров чтобы при выворачивании все хорошо налезла можно делать рукав из двух частей но можно как я с одной стороны делать небольшую вытачку и получается у вас рукав сшит только с одной стороны сшили вырезаем выворачиваем и одеваем уже на куклу снизу это уже немножко загибаю и прикалываю булавками потом это все буду приклеивать но можно конечно же и пришить вот такие ручки получается теперь сам джемпер который я буду сшивать и можно сказать двумя этапами первым этапом я сшила половину прямоугольника с одной стороны затем подложила вниз и вы вывернула после чего сшила уже сверху таким образом когда мы сверху завернем воротничок у нас обратной стороны будет красиво прикладываю ручки вот таким образом выглядит наша кофточка откладываем одежду в сторону и начинаем все пришивать я пришиваю первые ноги можно конечно было пришить какие-нибудь трусики или штанишки но у меня не было какой-то подходящей ткани поэтому моя кукла осталась без них но добавить никогда не поздно я беру длинную иголку и начинаю сшивать пришивая ножки снизу я где-то пояс низу три сантиметра и начинаю сшивать я использую нитки мулине можно использовать вязальные нитки кому какие удобнее раньше я соединяла на пуговицы но сейчас пуговицы не пролазят в мою иглу поэтому соединяю вот таким образом я хорошо снизу сжимаю чтобы мои ноги не стояли на ширине плеч и смотрю стоит моя кукла или нет потому что бывает такое что когда мы пришьем кукла не хочет стоять падает в одну из других сторон вот так получилось теперь можно одевать начинаю я с юбочки одеваю на свою куклу выпрямляя все складочки и сразу юбку пришиваю на куклу а юбка пришита переходим к джемперу одеваем куклу дальше во время работы я использую булавки таким образом я знаю что одежда будет на своем месте и в дальнейшем это можно будет как пришить также и приклеить заворачиваем воротничок после чего я по краям уже прикалываю сами руки которые будут пришивать точно таким же образом как и ножки к своему туловищу а и 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 уже получается я хочу сверху потом еще приклеить вот такие рожки которые сделаны из глиттерного фоамирана но я их покупала а сейчас будем одевать куклу дальше в детском магазине я как раз заезжала туда я нашла вот такие самые самые маленькие носочки чтобы не шить их самостоятельно я купила маленькие носочки тем более что они дешевые одеваем на нашу ножку и таким образом мне кажется смотрится уже намного лучше глазки я рисую с помощью акриловой краски по ткани и для того чтобы их нарисовать ровно и аккуратно вам понадобится любой инструмент с маленьким шариком на конце тогда глазки получаются аккуратные щечки подкрашиваю при помощи самых простых румян и делаю небольшие белые блики так мне кажется смотрится лучше если кому-то не нравится как рисуют лица тильдом вы можете самостоятельно нарисовать большие глаза ротик носик если вы конечно это умеете помпон на куклу я буду использовать тоже покупной у меня нету ниток подходящего цвета поэтому я купила вот такую резинку с красным помпончиком который сделан из меха наношу клей и приклеиваю на шапочку все что нам остается я называю это лентяйским способом я беру термо клей и все края начинаю подклеивать чтобы не сидеть и не пришивать это все вручную не забываем пришить руки приклеиваю сверху декора на свою кофточку и в принципе кукла готова но так как она у меня новогодняя хочется есть что-то добавить я буду добавлять в руки небольшой подарочек беру кусочек пенопласта он у меня размером три с половиной на три с половиной сантиметра и оборачиваю его бумагой кстати точно таким же способом я оборачиваю все подарочки для своих маленьких работ завязываю ленточкой сверху добавляю декор это мне будут ягодки елочка и пришиваю к руки свои куклы и все на этом моя кукла готова в итоге у меня получилась вот такая большая девочка новогодняя девочка можно одеть совершенно в любую одежду сделать совершенно любого цвета если у вас нет обуви ее можно или купить в магазине для творчества или попробовать сшить самостоятельно я когда-то шила самостоятельно не скажу что у меня это тогда идеально получалось но на тот момент меня даже это устраивало потому что когда я начинала в принципе обуви покупной еще не было такого выбора как сейчас сейчас же есть выборы искусств волосы и можно купить уже готовые шапочки очень много продается на самом алиэкспресс я ничего еще туда не заказывала эту девочку я шила для себя у меня есть еще несколько пар обуви так что впереди я тоже буду делать куклы только они у меня на будут совершенно другие потому что там уже более летняя обувь когда-то я вам показывала по моему одну куклу сделаю еще несколько я думаю что до нового года будет несколько видео по куклам будем делать их разные еще вчера в инстаграме написали сделать скандинавского гнома у меня есть одно видео но там у меня больше гном викинг и посмотрим если получится что-то интересное придумают обязательно выложу видео но если вам понравилось ставьте лайк подписывайтесь на мой канал также не забывайте нажимать на колокольчик чтобы не пропускать мои следующие видео и до новых встреч пока пока